Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш сегодняшний эфир, который посвящен посуде iCook. И те, кто меня не знает, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Андрей Перваков, я с 2005 года сотрудничаю с компанией Amway, не как клиент, допустим, или как потребитель, но и как партнер, скажем, строительства данного предпринимательства. Сегодня речь у нас пойдет о посуде, и одно из этюминок сегодняшнего эфира – это будет сковорода Vogue. Это родственница в линейке посуды iCook. Выглядит она вот таким образом. И давайте мы немножко поговорим о этой сковороде, что она может, какие преимущества, и что мы можем для себя из нее взять, скажем, в процессе приготовления пищи. Сразу хочу сказать, что сам я обожаю готовить, но посуду iCook, я, скажем, раскрыл свои вот эти возможности гораздо шире, потому что посуду iCook дает тоже вот эти возможности гораздо шире, чем, допустим, традиционные посуды, которые продаются в розничной торговле. И вот хотелось мне немножко предысторию так рассказать. Откуда вообще взялась вот эта вот сковорода Vogue? Ну, вот была такая легенда, что, допустим, в древнем Китае для того, чтобы готовить пищу, нужно было придумать какое-то изобретение, сделать какую-то посуду, чтобы это было быстро. И причина того, что, скажем, нужно было готовить быстро, это то, что не было, как таково, на территории, допустим, местности каких-либо лесов, то есть не было возможности собирать там дрова для разжигания огня, были какие-то, допустим, ветки, солома, сухая там или еще что-то, но все вот эти вещи, они горели очень быстро. И поэтому задача была какая? Как только разгорелись вот эти вот веточки, нужно было поставить посудину, и вот на этом огне быстро-быстро приготовить пищу. И было, скажем, запретено такое вот изделие в виде конуса, так называемые, вогнутые, да, и огонь, когда идет снизу, попадает, то получается он в нижней части нагревает очень сильно, и в процессе перемешивания пищи мы очень быстро начинаем ее готовить. И здесь это делалось с учетом того, что на природе нельзя было регулировать огонь, вот, как только солома загорелась, все, мы начали готовить и тому подобное. И вот с тех пор, скажем, наша сковорода, она не видоизменилась каким-либо образом, а сегодня она пришла технологично именно в таком виде. Но самое интересное, то, что здесь подошло, днище здесь сделали плоское, и, соответственно, благодаря этому нашу сковороду вог мы можем использовать уже на разных видах клип, на таких, как газовые, электрические, индукционные плиты, то есть у нас такая возможность есть, и мы можем это готовить, скажем, все, что захотим. Еще один момент, вот традиционная, скажем, посуда IQ, которая есть в компании Away, она обладает двумя технологиями, это Opti-TEM, то есть капсулированное дно, и виталок, это то, что называется гидрозатвор, который разводится непосредственно под крышей. И вот в этой сковороде ВОК компания Away, она сохранила вот эту, скажем, вот эту технологию виталок, но не стала применять технологию Opti-TEM. И, соответственно, у нас получается что? То, что стенки этой посуды, они сильно слойные, и идут в перемешку друг за другом, нержавеющий сталь, медь, нержавеющий сталь, медь, алюминий и нержавеющий сталь, вот. И в процессе получается, что вот для чего все это сделано? То, что используется нержавеющий сталь, это говорит о том, в перемешку с алюминием, то, что нагревать мы эту посуду можно на среднем огне, на средних мощностях очень, скажем, быстро, потому что тепло быстро передается, но еще один потрясающий эффект этой посуды, то, что тепло медленно отдается. И здесь мы можем, допустим, то, что приготовили, это может находиться в нашей посуде довольно-таки долгое время в теплом виде. И здесь вот, скажем, система Виталок, она работает таким образом. Тот продукт, который мы, допустим, заложили в сковороду, он начинает томиться в собственном соку, срабатывает гидрозатвор, то есть пар поднимается наверх, попадает сюда, и по стеночкам этой крышки стекает вот на этот желоб, на этот край вот крышки, и попадает вот сюда, на этот желоб. И вот происходит, что этот желоб весь полностью заполняется вот этими испарениями, то есть капельками получается одно водяное кольцо сплошное. И вот здесь, когда мы убираем мощность на самый минимум, мы начинаем готовить и томить пищу, вернее, в собственном соку, и она будет томиться, похоже на то, что как будто мы поставили в печь, вот в теплую пищу, да, и там пища, она томится и созревает. Сразу же мне хочется сказать, что непосредственно в этой посуде можно готовить практически разными способами, то есть если мы хотим что-то пожарить на сильном огне, мы это можем делать, пожалуйста. Мы закладываем, начинаем это жарить, быстро переворачивать и так далее. Если нам нужно сделать, допустим, из нее проварку, проварку, мы тоже можем это сделать, здесь присутствует вот такая вот решетка, вот такая решеточка, которая закладывается сюда вот вовнутрь, и если показать, если мне сейчас удастся это показать, она вот лежит вот там. И, собственно говоря, мы можем на нее сверху выкладывать какие-либо продукты и уже вниз на дно налить водичку и уже готовить как на пару. Еще один момент. Можем тушить, опять же, вот жарить, варить и так далее. И причем варить мы можем довольно-таки хорошие объемы, потому что объем вот этой сковороды практически 5 литров, 4,6 литра. Вот, допустим, у нас обычная кастрюля, она 4-литровая. И здесь мы тоже иногда в этой сковороде готовим первые. И вот система «Виттолог», опять я к ней хочу вернуться, она нам дает какую-то возможность сохранить все питательные элементы, которые находятся в продукте. В связи с чем это связано? Ну, с тем, что здесь нету открытого пара в отделении, то есть пар затыкается внутри этой сковороды и томится в собственном году, то есть продукт поливается сам своим собственным соком. И, соответственно, мы это готовим на низких мощностях. А это говорит о том, что распад питательных веществ на низких температурах гораздо меньше, чем, допустим, на высоких температурах. Поэтому мы практически на 80-90% те питательные элементы, которые есть в продукте, можем сохранять благодаря вот этой системе «Виттолог». Еще одно преимущество вот этой системы «Виттолог», так как продукт томится в собственном соку, что происходит? То, что он не теряется в объеме. Из него не выходит сок или там жидкость, да? Он остается в том объеме, в котором есть. Если мы, допустим, будем практиковать и смотреть, тестировать, запекать мясо, там не запекать, а вернее готовить мясо, мы убедимся, допустим, сделаем взвешивание мяса до приготовления и после приготовления. И вот разница в весе у нас получится где-то процентов 5-8, не больше. Если, скажем, сравнить с тем, как мы это готовили, открытым способом, то разница в продуктах до приготовления и после приготовления получается где-то процентов 45-50, а где-то может быть даже и 60. Когда происходит, допустим, мясо мы жарим, да? Что происходит? Идет ужарка, неважно какой, говядина, цыпленок, там еще что-то, свинина. Идет ужарка. Соответственно, если идет ужарка, идет испоение. Пару уходит, все питательные вещества выходят. И, соответственно, на выходе мы получаем уже продукт гораздо меньше в объеме и уже суховатый. Здесь прелесть в том, что тот продукт, который мы закладываем, он, конечно же, еще сохраняет свой цвет. Очень здорово. Это заметно на овощах, фруктах и тому подобное. Также, допустим, сохраняет свой цвет, сохраняет свою влагу. И вот когда мы готовим даже по системе металлова, допустим, вот яблоки, мы с ребятишками готовим еще что-то, они получаются сочные, и вот кожура у них получается, знаете, на тему. То есть она абсолютно не морщится, ничего. То есть влага не теряется из яблок, из груш, остается там, и они получаются сочными, насыщенными. И, конечно же, со всеми своими вкусовыми качествами, которые непосредственно есть перед приготовлением пищи. Вот эта посуда, конечно, потрясающая инвестиция в нашу семью. Я уже не один раз говорил, что посуда ИКУК и техника ИКУК. Это очень хорошая инвестиция в наше здоровье, в семье. Это хорошая инвестиция в то, что мы это можем передать по наследству, и наши дети это могут использовать не один год. То же самое, как и мы. Но еще одно главное преимущество. Вот система ветровок, и вот этот свародовок позволяют готовить несколько блюд в одной емкости, причем разного направления. И вот у меня такой рекорд был, когда мы на презентации готовили. В одной вот этой свароде мы приготовили 18 продуктов. Я их сейчас не помню, перечислять, если... Но скажу то, что разные вкусовые качества, такие как рыба, мясо, яйца, овощи, фрукты, грибы, какие-то еще рыбные изделия, картофель, свекла, морковка. То есть все это было заложено в одну сковородку. Был создан вот этот гидрозатвор, уменьшили мощность, и буквально 40-50 минут наши продукты томились в этой сковороде на малой мощности. И после того... И вот еще один интересный момент. В процессе приготовления, когда сработан гидрозатвор, нет испарения и нет запахов. И то, что происходит, мы, допустим, даже когда презентации делаем, люди сидят, они не чувствуют запаха. И как только после того, когда все приготовилось, мы открываем крышку, и тут сразу в разные, скажем, углы помещения начинает поступать запах того или иного, скажем, продукта. Но самое интересное, самое интересное, что при этой системе Ветолог запахи не перемешивают между собой, именно внутри. Как это работает, это вообще, конечно, удивительная технология, потому что именно, когда продукт помеется в собственном соку, вот, каждый продукт остается в своем соку. Понимаете? И вот это классно, что, допустим, если рядом лежит, допустим, мясо и кусок рыбы, то в процессе приготовления мясо не пахнет рыбой, рыба, допустим, не отдает там грибами, вот, или еще что-то. И потрясающие такие вещи. И, конечно же, вкусовые качества, которые происходят, просто система Ветолог, это что-то с чем-то. Мы не один раз готовили, допустим, морковку, свеклу, варили именно в закрытом контуре, при гидрозатворе. Даже структура, скажем, продуктов получается иная, чем она готовилась открытым способом, когда у нас там пар валил отовсюду и так далее. Так, что еще можно сказать по этой сковороде? Ее можно не только использовать, как, допустим, для приготовления того или иного продукта, именно с наименьшим количеством воды, с наименьшим количеством жиров. Мы также, допустим, эту сковороду можем использовать как фрикюрницу. И здесь, на этот счет, у нас есть вот такая вот интересная подставочка, вот так вот она раскладывается и устанавливается вот так вот на край сковороды. Получается вот такой вот вид. И для чего все это нужно? Это называется вот лепесток лотоса. И это нужно для того, чтобы, допустим, если мы в фриктуре что-то готовим, нам не нужно готовить к этому салфетки бумажные или еще что-то, а, допустим, продукт вытащили, положили вот на эту решеточку лепестки лотоса, и у нас масло потихонечку стекает обратно к нам туда, в эту сковороду. И, соответственно, когда масло уже все слилось, мы эти продукты можем отсюда снять, прямо вместе с решеткой, выложить там, допустим, опять же, ну, продублируют на какую-либо салфетку или бумажное полотенце, и потом уже подать к столу в том виде, в котором мы хотели бы это сделать. Вот. Все это очень легко, шикарно отмывается, потому что все это нержавеющая сталь высокого качества. И, конечно же, вот сковородовок еще чем интересно. Вот в этом плане она, как бы вам сказать, на все руки мастер, да? Потому что даже в этой сковороде мы можем в домашних условиях коптить, допустим, ту же рыбу, то же сало. Кстати, вот я хочу, у меня такая идея созрела, все-таки попробовать прокоптить сало здесь. Вот. И в ближайшее время я, наверное, хочу, скажем, сделать эту презентацию, показать, и, естественно, самому попробовать. Вот. И как мы можем это сделать? На дно у нас кладется, допустим, фольга. На фольгу мы кладем, допустим, вот, если мы коптим рыбу там или еще что-то, кладем плодовые какие-то стружку. Вот. Чтобы на эту стружку вага не попадала, мы сверху еще кусочком фольги накрываем и ставим на, скажем, и вот на верхнюю фольгу мы наливаем чуть-чуть водички для того, чтобы у нас сработал гидрозатвор. На эту решетку мы потом уже кладем сверху рыбу, ставим, скажем, на какую-либо плиту газовую индукционную или электрическую, доводим до того, чтобы сработал гидрозатвор, делаем на самый минимум и оставляем на 40-50 минут. Соответственно, перед этим, если мы делаем рыбу, мы ее какими-либо специями там можем обмазать, посыпать, обмазать, допустим, оливковое масло там или еще что-то, и оставляем на 40-50 минут. И после того, когда она приготовилась, мы открываем, опять же, процесс приготовления не пахнет, а пилками не пахнет, то, что идет какой-то там процесс и так далее. И мы получаем от этого вообще кайф и удовольствие, то, что мы в домашних условиях можем, допустим, делать вещи, которые нас абсолютно не отвлекают. То есть нет табачного вот этого запаха, вернее, дыма от стужки, нет там какого-то стороннего запаха и так далее. То есть все это замкнуто внутри. И вот уже когда в процессе приготовления дело подошло к концу, мы приготовили, снимаем крышку, мы получаем раскладку очень хорошую. Рыба вся разваливается, в частности, с кумбрией. Сколько раз мы это делали, что у нас в Соскосенске, что в Коломне, ребята, потрясающе просто, вот она разваливается вся. Ну, если вам интересно будет это посмотреть, я могу внизу оставить ссылочку на свой YouTube-канал, где можно зайти в плейлист посуды iCook. И там вы можете посмотреть вот эти презентации, видео, как это все происходит, потому что здесь мне не хочется все это выкладывать, потому что там эти презентации довольно-таки длинные. А вот так вот, зайдя на мой канал, вы можете с удовольствием, допустим, в свободную минутку посмотреть и оценить качество, скажем, нашей посуды iCook. И, конечно же, здесь можно делать много-много-много всего. Опять же, я хочу сказать, если вы обратили внимание, то что снаружи идет нержавеющая сталь с зеркальным отражением, а внутри нержавеющая сталь матовая. И вот то, что она внутри матовая, нам позволяет, что мы можем смело эту посуду мыть внутри нашими вот этими металлическими губочками, не рекомендуется нашими губочками мыть именно зеркальную поверхность. Зеркальную поверхность мы губкой, соответственно, с нашей жидкостью мытья посуды, дичь, дров и так далее. Ну и буквально пару слов я хочу сказать про эти ручки хоропластовые, которые выдерживают температуру 200 градусов. И вот здесь они удлиненные ручки, если вы обратили внимание, это сделано для того, чтобы вы не обожглись. То есть вы можете взять вот так вот и поднять ее, опустить, и вот эти ручки они не нагреваются практически. И соответственно ваши руки и кожа будут сохранены. И естественно это можно допустим даже использовать вставить в духовой шкаф, если мы хотим что-то запирать в этой сковороде. Но я рекомендую, если выпечка какая-то будет при температуре выше 200 градусов, необходимо вот эти ручки снять, чтобы они не потеряли свой эстетический вид. И все это откручивается элементарно, все это меняется, и соответственно в продаже все эти ручки, запчасти они имеются. Соответственно после того, когда мы приготовили, что-то мы допустим там уже сделали, помыли, мы назад эти ручки привернули, и очень аккуратно мы можем сделать так, вот допустим крышку положить во внутрь, и куда-нибудь допустим повесить вот таким образом, и у нас будет занимать меньше места, и соответственно крышка у нас будет внутри самой посуды. так что, дорогие друзья, вот такая небольшая презентация, вот я лично, конечно, от этого сковороды кайфую, и всем рекомендую просто к рассмотрению, потому что на сегодняшнем рынке, скажем, посуды очень много, но чтобы посуда отвечала допустим цене и качеству, вот этих моментов сегодня мало, зачастую мы приходим в обычные сетевые традиционные магазины, где продается ширпотреб, грубо говоря, которые нам выдают такую брендированную вещь, которая там стоит каких-то двунословных денег, а на самом деле мы покупаем как бы кота в мешке. Здесь в компании Amway то, что допустим мы приобретаем, у нас дается гарантия 90 дней возврата. Это говорит о том, что если цена что-то устроило к какой-либо причине или нам что-то не понравилось, мы можем это сдать и назад получить свои деньги. И здесь точно так же на эту посуду iCook есть 90 дней возврата, поэтому здесь покупая эту посуду мы абсолютно ничем не рискуем. Вот. И конечно же мне скажем хочется вам пожелать огромного здоровья, очень ценного питания, чтобы у вас всегда было допустим то, что вы хотите в жизни иметь, чтобы у вас всегда присутствовало хорошее настроение и конечно же всего самого наилучшего. Пожалуй, я закончу, до новых встреч и в следующий раз мы поговорим о возможностях дохода партнерских компаний новые ждите оно пока. Пока.